Послание к Филимону, глава первая. Иисус, глава первая. Моя великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы теперь принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епофраз. Узник вместе со мной ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа за духом вашим. Аминь. Послание к евреям. Глава первая. Бог многократно и многообразно, говоривший из древле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величие на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшей пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда водит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне, престол твой Божий век в века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса дила рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза. И как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же или та твои не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, глава 2. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев оттоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него? При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Книга Премудрости Соломона Глава 7 И я, человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерни образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился и дарован мне разум. Я взывал и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото, ничтожный песок, а серебро, грязь, в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке его и мы и слова наши и всякое разумение и искусство делания. Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Начало, конец и середину времени, смены поворотов и перемены времен, круги положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все и сокровенное и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Четвертая книга царств глава третья Иорам сын Ахава воцарился над Израилем в Самарии в восемнадцатый год Иосафата царя Иудейского и царствовал двенадцать лет и делал неугодные овочах Господних хотя не так как отец его и мать его. Он снял статую Ваала которую сделал отец его. Однако же грехов Иорава сына Наватого который ввел в грех Израиля он держался не отставал от них. Меса царь Моавицкий был богат скотом и присылал царю Израильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав царь Моавицкий отложился от царя Израильского и выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал Киосафату царю Иудейскому сказать царь Моавицкий отложился от меня пойдешь ли со мною на войну против Моава. Он сказал пойду как ты так и я как твой народ так и мой народ как твои кони так и мои икони и сказал какую дорогу идти нам он сказал дорогу пустыни Едомской и пошел царь Израильский и царь Иудейский и царь Едомский и шли они обходом семь дней и не было воды для войска и для скота который шел за ними и сказал царь Израильский Ах созвал Господь трех царей сих чтобы предать их в руку Моава и сказал Иосафат нет ли здесь пророка Господня чтобы нам попросить Господа через него и отвечал один из слуг царя Израильского и сказал здесь Елисей сын Сафатов который подавал воду на руки Илия и сказал Иосафат есть у него слово Господне и пошли к нему царь Израильский и Асафат и царь Едомский и сказал Елисей царю Израильскому что мне и тебе пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей и сказал ему царь Израильский нет потому что Господь созвал сюда трех царей сих чтобы предать их в руку Моава и сказал Елисей жив Господь Саваоф пред которым я стою если бы я не почитал Иосафата царя иудейского то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя теперь позовите мне гуслиста и когда гуслист играл на гуслях тогда рука Господня коснулась Елисея и он сказал так говорит Господь делайте на сей долине рвы за рвами ибо так говорит Господь не увидите ветра и не увидите дождя а долина сия наполнится водою которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш но этого мало предачами Господа он и Моава предаст в руки ваши и вы поразите все города укрепленные все города главные и все лучшие деревья срубите и все источники водные запрудите и все лучшие участки полевые испортите каменями поутру когда возносит хлебное приношение вдруг полилась вода по пути от едома и наполнилась земля водою когда Моавитяне услышали что идут цари воевать с ними тогда собраны были все начиная от носящего пояс и старшие и стали на границе поутру встали они рано и когда солнце воссияло над водою Моавитянам издали показалась эта вода красную как кровь и сказали они это кровь сразились цари между собою и истребили друг друга теперь на добычу Моав и пришли они к стану израильскому и встали израильтяне и стали бить Моавитян и те побежали от них а они продолжали идти на них и бить Моавитян и города разрушили и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его и все протоки вод запрудили и все дерева лучшие срубили так что оставались только каменья в кир хоришете и обступили его прачники и разрушили его и увидел царь Моавитский что битва одолевает его и взял с собой 700 человек владеющих мечом чтобы пробиться к царю Идомскому но не могли и взял он сына своего первенца которому следовало царствовать вместо него и вознес его во всесожжение на стене это произвело большое негодование в азраильтянах и они отступили от него и возвратились в свою землю в азраильтуре в азраильтуре в азраильтуре в азраильтуре в азраильтуре